Как говорят следователи, преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не представлялось возможным. Однако в ходе проведения осмотра места происшествия на прилегающей к сгоревшему дому территории, следователи обнаружили предмет одежды погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов. По результатам молекулярно-генетической экспертизы, которая была проведена в Главном управлении криминалистики Следственного комитета, на представленном предмете одежды эксперты смогли выявить клетки эпителия, которые принадлежат женщине. Также эксперты смогли установить ее генетический профиль. При проверке ДНК-профиля по базе данной геномной регистрации было выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой женщины 1970 года рождения. В дальнейшем, в ходе оперативно-следственных мероприятий, следователями был установлен второй подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 54-летний сожитель, установленный женщиной, который также ранее привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, подозреваемые, фактически не имеющие постоянного места жительства, проезжая на попутках мимо села Ямбер на Шатского района, решили заехать в гости к погибшему, с которым ранее были знакомы. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес ножевые ранения хозяину дома. Я его встал, вот так ножом, в порядке. Он перевернулся, вот так вот, на бок, перевернулся. Я его еще тут, тут, сюда. Сколько ударов надел? Три. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. После этого, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемые подожгли жилище и скрылись с места преступления, уехав с территории области. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, подозреваемые были задержаны на территории Тульской области, куда они уехали после совершения преступления. В настоящее время, в отношении них, по ходатайству следователя судом, уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также роли каждого из подозреваемых в его совершении. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».